Субтитры создавал DimaTorzok Административные расходы единого накопительного пенсионного фонда за прошлый год составили 12 миллиардов и 200 миллионов тенге. Деньги потратили на аренду помещений, транспорт, оплату труда, командировочные сотрудников и прочие услуги. Кроме того, сумма комиссии за управление активами превысила 8 миллиардов. Об этом сообщается на сайте фонда. При этом ЕНПФ подчеркивает, что постоянно проводят работу по сокращению расходов. За три года штатная численность ЕНПФ сократилась на 567 единиц или 25%. Расходы жены-персонал за два года снизили на 13%. Врачи борются за жизни двоих детей и их матери, которые пострадали в аварии на станции Шамалган. У девочек 3 и 5 лет многочисленные ушибы, переломы. Их ввели в искусственную кому. У 33-летней женщины травматический шок. Известно, что шофер высадил большинство пассажиров, но сам выйти не успел. Сегодня мужчину похоронили. Его жена, по словам местных жителей, работала кондуктором. В этом же автобусе она выжила. У водителя остались маленькие дети. Наш корреспондент Алтын Мендебаева минувшую ночь работал на месте аварии. Свидетелями жуткого столкновения стали десятки человек. В этот момент люди стояли в огромной автомобильной пробке. Поезд протаранил автобус, который выехал на железнодорожный переезд. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения все равно не удалось. На крики пассажиров сбежались местные жители. К месту трагедии сразу же стянулись все оперативные службы. Все произошло на станции Шамалган в 19.20. Состав двигался из Алматы в Костанае. Поезд столкнулся с пассажирским автобусом здесь. На месте работают полицейские. Они, конечно, никого не пропускают в зону ЧП. Выживший пассажир автобуса Кэрадбек Калдыкулов вспоминает момент аварии. Говорит, в салоне начался хаос. Из Каскелена в Алматы ехали 67 человек. Все они, услышав звук приближающегося поезда, с криками выбегали на улицу. Ехали со стороны Каскелена были сильные пробки. Дорога для автобуса на путях была открыта. Но ехал поезд, мы услышали. Вины водителя нет. Он не смог проехать ни вперед, ни назад из-за пробок. Я сидел сзади, взял на руки ребенка. Мы начали выбегать. Многие успели. Все кричали, что нужно выходить, в том числе и водитель. Но сам он выйти не успел. От полученных травм шофер скончался на месте. Еще троих пассажиров в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По предварительной версии, шлагбаум на станции был опущен не до конца. Но сотрудники КТЖ утверждают, дежурный в аварии не виноват. Якобы он сделал все, что от него зависело. Дежурный по переезду сделал все, что нужно. Горел красный свет. Поезд применил экстренный. Но все равно произошла авария. После аварии на месте собралось больше сотни местных жителей. Все они в один голос утверждали, что на постоянные пробки у переезда жалуются уже несколько лет. Дело в том, что железнодорожные пути разделяют населенный пункт на два района. И чтобы проехать из одного в другой, приходится ждать по несколько часов. У нас всегда такое. Почему водитель не виновен? Потому что шлагбаум был открыт. Как вы не хотите? Хотите, я вам покажу. Шлагбаум открытый. Автобус хотел проехать. Оттуда пробка, оттуда пробка. Куда он денется, скажите? Здесь невозможная пробка бывает. Понимаете? До Ельтая. Вот. Сейчас врачи борются за жизни двоих детей и их матери, которые пострадали в аварии. Состояние девочек 3 и 5 лет врачи оценивают как крайне тяжелое. У обеих многочисленные травмы. Врачи ввели детей в искусственную кому. У 33-летней женщины травматический шок. С места ДТП были доставлены три человека. Женщина 1986 года и двое детей 2014-2016 года. Бригада скорой помощи. На место ДТП выезжало 11 бригад скорой помощи и одна бригада МЧС. Двое детей в крайне тяжелом состоянии. Сейчас старшей девочке было 5 лет проведена операция. Второй ребенок 3 лет. У нее тоже тяжелейшая черепно-мозговая травма. Погибшего водителя автобуса похоронили сегодня. Родственники говорить о случившемся отказались. Мужчины остались маленькие дети. Старожилы станции Шамалган сход с участием чиновников начали не с вопроса строительства моста на железнодорожном переезде, где произошла авария, а с благодарности президенту. Но через некоторое время к микрофону вышли женщины, которые подняли проблемы этой местности. Заторы в час пик на переезде, разбитые дороги и отсутствие инфраструктуры. Мужчины остались маленькие дети. На встрече с жителями были и сотрудники структур, ответственных за состояние дорог. Представитель компании «Казавтажол» сказал, что жителям нужно научиться соблюдать правила дорожного движения. Заместитель Акима области пообещал в скором времени начать строительство моста через переезд. Некоторые напомнили, что власти обещают мост не первый год. На встречу пришли родственники погибшего в аварии водителя автобуса. Они говорят, что представители Акимата даже не выразили соболезнования и не посетили семью погибшего. Акима обещал в автобусе. Один погиб, трое госпитализированы. По первоначальной версии властей, автобус выехал на рельсы, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Очевидцы сказали, что автобус не мог тронуться, оказавшись зажатым со всех сторон автомобилями. Ежедневно через станцию «Шамалган» проходят десятки поездов. Сейчас за ситуацией на переезде наблюдают полицейские. Не выдержало сердце. Так комментирует смерть известной казахстанской певицы Жанар Хамитовой и ее родные. Звезда проекта «Суперстар Ки-З» умерла 16 сентября. Сегодня глава МВД подтвердил, что девушка покончила жизнь самоубийством. Но близкие родственники это отрицают. Нашему корреспонденту Марине Иневатовой они рассказали о последнем дне жизни Жанар. Известная казахстанская певица Жанар Хамитова умерла на 30-м году жизни. Это случилось накануне около 9 часов утра в доме ее родителей в городе Каркаралы в Карагандинской области. Сегодня в правительстве министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что певица совершила суицид. Заведено уголовное дело. Следствию еще предстоит выяснить все подробности трагедии. Все вы знаете, что там был факт самоубийства, однако в связи с тем, что есть некоторые нюансы, я думаю, в Карагандинской области сейчас вот тут было уголовное дело, что сейчас проявляется. Полицейские пока не раскрывают обстоятельства смерти звезды, но рассматривают несколько версий ее гибели. Доведение до самоубийства, в рамках которого органы досудебного расследования будут выяснять все обстоятельства происшедшего. Весть о гибели звезды суперстар Киезет и бывшей солистки дуэта Арнау взбудоражила поклонников Жанар Хамитовой. Социальные сети пестрят комментариями. Одни пользователи выражают сожаление, другие откровенно обсуждают ее добровольный уход из жизни. Но родные говорят, что девушка не сводила счеты с жизнью, умерла естественной смертью. Ничего такого не было, просто у нее сердце не выдержало. Два дня назад она приехала домой, делала уборку, в это время наступила смерть. Просто были с сердцем проблемы, были переживания, поэтому, наверное, так случилось. Она у нас золотой ребенок, творческий человек. Сейчас тяжело всей семье. Жизнь 30-летней певицы была непростой. Финалистка суперстар Киезет очень быстро стала популярной. Она зажглась на казахстанской эстраде яркой звездой в дуэте Арнау с Нуржаном Керменбаевым. Их современные композиции полюбились слушателям. В 2009 году Хамитова вышла замуж и уехала за границу. Родила двоих детей, однако вскоре супруги развелись. Она осталась на улице одна. После этого Жанар приходится буквально выживать. За рубежом артистка работала на парковке и мыла посуду. И только вернувшись на родину, опять занялась творчеством. Но не ощутила поддержку. Ну, причины суицида бывают вообще различные. Каждую ситуацию надо разматривать вообще индивидуально. Нужно всегда поддерживать человека, это близким людям. Нужно всегда разговаривать. Хотя это звучит банально, но всегда обычные беседы, обычные разговоры. Это первая помощь, которую человек может оказать в таких жизненных ситуациях. Что стало причиной смерти 30-летней жены Архамитовой, установит следствие. Звезду эстрады похоронят завтра в родном городе Каркаралы. Инвестиционную привлекательность сельского хозяйства нужно укреплять. Об этом Касанжимар Тукаев заявил на республиканском совещании по вопросам развития села и агропромышленного комплекса в Петропавловске. Словом, главы государства, за годы независимости мы привлекли более 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. При этом сельское хозяйство направили только 1% от них. Вместе с тем президент подчеркнул, что отрасль должна уметь конкурировать на мировых рынках, чтобы занять достойную нишу. В конце концов, любая отрасль экономики, с учетом того, что каждый сектор экономики сейчас в современных геополитических условиях задействован на рынке сбыта, мы должны исходить из практической необходимости, выращивать культуры, которые пользуются спросом на рынке, будь то внутренним, но и особенно на внешних рынках. Тем временем глава государства поручил Министерству сельского хозяйства разработать эффективную методику субсидирования. Словом президента, помощь от государства должны получать только те фермеры, которые действенно осваивают выделенные средства. По мнению Касымжимар Татукаева, только так можно повысить результативность господдержки агропромышленного сектора. Сейчас нам нужно совместно подумать над тем, каким образом точно определить те сектора, которые реально нуждаются в субсидиях, и те сектора, которые реально эффективно осваивают эти субсидии. Но мы не можем сейчас раскидывать субсидии по всему сектору и добросовестным, и эффективным работникам, и тем, кто просто проедает эти субсидии. Поэтому задача Министерства сельского хозяйства состоит в том, чтобы действительно отработать методику предоставления субсидий, которые эффективно будут работать на сельское хозяйство. Продолжение следует...